Всем добрый день. Ждем, ждем, ждем. Пока ждем, пока подключится Лилия. Всех рады видеть. Здорово. Так, замечательно. Сегодня у нас будет очень интересная тема по нейрографике. Узнаем в первом приближении, что это такое. Исходу попробуем применить это для сообщества и для каждого из нас. Чем интересна сегодняшняя история? Тем, что Love Politics позволяет смешивать специалистов. И непосредственно до того, как мы решили делать этот эфир, мы беседовали с Александром Полиенко, получили его рекомендации по проведению. И именно вот этот микс, микс, коктейль сегодня будет работать для нас. Надеюсь, всем удалось послушать, или кому-то удалось послушать запись «Я мужчина, я женщина». Потому что внутреннее состояние будет очень важным для нашего сегодняшнего эфира. Да, да. О, Лилия. Лилия, подключайтесь. Вот, вот, вот уже почти. Так, немножко пешка. А вот и Лилия с нами. Нет. Так, Лилия, чуть погромче. Хорошо. Можем погромче. Привет всем. Да, мы поднимемся ближе к камере и еще громче. Замечательно. С нами Лилия. Лилия Ралько и психолог, и мотивационный тренер. И что самое интересное для нас сегодня, она нейрографик. И благодаря своему внутреннему состоянию позволяет людям проходить эту историю и трансформировать свои, трансформировать путь, на пути к запросу, так скажем, да? Да, да, да. Расскажите пару слов о методе, об этой истории. Да, я бы хотела еще сказать, знаете, как я пришла вообще к Александру. Это была потрясающая история. И, вы знаете, каждый человек в своей жизни находит какой-то проход. Проход. Такое вот понятие, как проход. И этот проход у меня был именно к такой модной теме. Сейчас это самореализация, самоидентификация. Было очередное какое-то у меня весеннее, это много лет назад. И мне попалась медитация на открытие потенциалов. Я сделала эту медитацию на открытие потенциалов. Потом я зашла в комменты и нашла там рекомендацию девочки Александра Полиенко. Зашла и все. Это был как бы этот шаг. Он повел меня потом, потом появилась уже нейрографика. Потому что мне очень заходили его установки. И мне хотелось это как-то вот заземлить в себе. Я думаю, нет, должен быть какой-то метод, который мне поможет в этом. И появляется нейрографика. Это чудесное такое было соединение. Я начала просто установки прорисовывать методом нейрографики. И когда вот мы с девочками, девчонки, кто был у меня на рисовании, всем привет. И вообще всему сообществу привет. И когда мы с девочками прорисовывали, подумал, сделал, сказал, реализовал, я его прорисовала минимум 7 раз. Это было очень интересно, потому что эффект потрясающий. Но он совершенно неожиданный в том плане, что ты просто перестаешь сливаться на вещи, которые ты априори не хочешь делать. То есть ты когда уже заявил, подумал, ты уже встаешь и делаешь. Это очень интересно. Я занимаюсь практикой нейрографики как вспомогательный инструмент. Я еще занимаюсь вспомогательным инструментом нумерологии. Я знаю отношения в многих кругах нумерологии. Но у меня это своеобразный метод, потому что поскольку я все-таки больше мотивационная тренерка, будем придерживаться гендерных требований в наших странах, она, знаете, что делает? Нумерология мне дает проход, и я понимаю, насколько можно человека нагрузить той или другой вещью. И насколько он будет делать рекомендации мои, которые у нас в результате коучинговой сессии люди сами озвучивают. То есть это такой определенный проход для меня. Ни в коем случае не прогнозы всякие. Все ожидают от нумерологии прогнозы. И потом мы прописываем, вот понимаете, я сама прошла этот путь. Я знаю, что это такое. И тут секрет состоит в степ-бай-степ, мелкими шагами и легкими прикосновениями. И вот это оно тогда идет к результату. И самое главное – это принять решение. Мы принимаем решение. Если у нас что-то в жизни идет не так, значит, какая-то зона у нас без принятого решения. Вы говорите себе, я принимаю решение. А как мне узнать, какая зона? А вот туда, куда вы негатив целый день сливаетесь в эту мысль, вот возьмите ее, тупо вытащите и скажите, я принимаю решение. Вот. Давайте перейдем ближе к нашей теме, потому что у нас сегодня час, а нам очень хочется прям все попробовать. И мы наверняка еще про другие темы тоже поговорим. Наташа, мне надо... Значит, нейрографика метод, я не знаю, кто-то смотрел уже, может быть, видео мое, или там девочки писали, что они уже имеют понятие немножко, что это такое. Метод нейрографика уже сам за себя говорит, что это нейро, будем работать с мозгом, будем работать с графикой. То есть это все идет через маркер, через карандаш. Мы сейчас просто с вами начнем рисовать. Единственное, что я сейчас всех попрошу, чтобы вы взяли в руку маркер, потому что я сейчас камеру немножко опущу. Взяли маркер и попробовали провести нейрографическую линию. Мы когда приступим к рисунку уже, Наташа, тогда сделаем энергетическую. Хорошо, я потом хочу кое-что прокомментировать. Давайте попробуем, что это вообще за линии такие, да? Да, попробуем, что такое нейрографическая линия. Смотрите, нейрографическая линия – это такая таможня между мозгом и подсознанием. У нас есть таможня. А нейрографическая линия – это та вещь, которая нас через эту таможню проводит. И единственное условие – мы должны быть сфокусированы в хотя бы в трех точках внимания. Первая точка внимания – это кончик маркера визуальная. Вторая точка внимания – это мое состояние постоянно отслеживать. И третья точка внимания – это что творится в моем теле. Это очень важно. Через нейрографику я научилась отслеживать свои состояния и чувствовать свое тело. Это очень хорошая практика. Нейрографическая линия – это бионическая линия. Представьте себе реку на карте. Вы ее делаете легко. Смотрите, проводите нейрографическую линию. Вы не знаете, куда она пойдет, где она закончится, это вы об этом не думаете. Сканируйте сейчас, возьмите фиксацию в сердце, в анахату. Просто ощущение в теле на анахате. И рисуем нейрографическую линию. Вот она вот будет выглядеть где-то так. Если у вас ощущения будут в теле, точка внимания в теле, нейрографическая линия будет выглядеть вот так. Или вот так. Попробуйте. Вот. Я немножко сейчас, конечно, волнуюсь. Вот. Она такая, она повторяется ни на одном участке своего продвижения. Смотрите. Если у вас вот так, это нет. Это не подходит. Если у вас вот такая линия, это тоже не подходит. Если зубчики, тоже нет. Это не нейрографические линии. Настоящая линия, она идет вот так. Смотрите. Вот. Вот она. Разрешайте себе. Если у вас будет точка внимания в анахате, вы увидите, она сама вам пойдет. Вот. Отлично. И еще один прием я показываю. Смотрите. Линии будут у нас пересекаться, да? Потому что каждое пересечение – это напряжение, это блокировки, это подсознательные ложные убеждения, которые у нас есть на подсознании. Нейрографика – это всегда работа с запросом. Поэтому по теме рисуем, получили пересечение. Убираем блоки. Делаем округление. Сейчас я сделаю на большом. Вот. Допустим, две линии. Они нейрографические будут. Видите треугольник? Вот здесь. Это уже напряжение. Мы идем по линии и делаем округление. И закрашиваем, чтобы его не было видно. Округление. Плавные линии. Легкие касания. Состояние. Вот. Вот наше округление. Навожу очень сильно, чтобы вы понимали, что это такое. Вот. Есть. Отлично. Вот мы делаем округление. Работаем с запросом. Все себе делают сейчас запрос. Сейчас, минутку, я бы хотела немножко повернуть в наше русло. То есть мы сейчас увидели, что будет происходить. Да, у нас перед нами лист. У нас будет в руках карандаш. Мы сейчас проделаем определенную технику. Создаем себе состояние, выскажем, намерение. И то есть, в общем-то, это не нейрографика. Это просто работа с намерением. Мы в определенном состоянии его высказываем. И дальше мы просто переключаем наш мозг на созидательно-позитивное действие. Мы будем в удовольствии проводить эти линии. То есть Лилия нас проведет, как именно, что конкретно мы делаем. Но в это время работает наше намерение, которое мы сейчас выскажем. Да. И что еще интересно, вот когда я наблюдала за нейрографикой, вообще каждый нейрографический рисунок, он очень динамичный, по сути. То есть, если мы смотрим на него, да, композиция мега-динамичная. И, на мой взгляд, что происходит? Мы не просто убираем эти блоки. Мы, именно вот эти вот моменты, где мы сгладили напряжение, да, вот эти вот, как бы, где мы усилили эти линии и завели их в такой плавный поток. Вот именно вот это и создает динамику. То есть, вот наше внутреннее напряжение мы просто взяли и запустили в реализацию нашего намерения тем, что мы сгладили эти углы. Да, мы как бы очищаем, Таташа. Там у нас, понимаешь, нейрографика, на самом деле, там у нас есть еще, я уже не буду сегодня об этом рассказывать, мы придаем динамику фигурами, там, треугольникам мы придаем динамику, но линии, это не линии, это потоки. Мы это должны понимать. Это поток, мы работаем с потоками и в состоянии. Супер, отлично. Как я говорила в начале, у нас есть предложение от Александра, как именно лучше провести этот эфир. Мы воспользуемся его советом. И первое, что нам важно сделать, это самим войти в нужное состояние, чтобы запрос формировался именно из него. И для этого мы все сейчас вспоминаем. Мужчины вспоминают, что они мужчины. Женщины вспоминают, что они женщины. И все они, мужественные женщины или женственные, счастливые, здоровые, богатые, молодые, красивые, сексуальные, живущие долго в любви и получающие удовольствие. И из этого состояния мы разрешаем, что поток любви наполняет нас полностью целиком. Ярко-белый поток любви. От кончиков пальцев, рук до кончиков пальцев, ног. А следующим этапом мы разрешаем и соглашаемся с тем, что этот поток идет сквозь нас постоянно, просто без перерыва. И именно в этом состоянии мы высказываем запрос на сегодняшний рисунок, на сегодняшнее творчество, наше намерение, которое мы заложим. Мы взращиваем в себе любовь, человечность, силу и доброту в эффективности для процветания сообщества в целом и для каждого из нас в частности. И вот именно из этой истории, Илья, введите нас в этот рисунок. Да, хорошо. Так, все взяли маркер. Смотрите, мы сейчас на листе есть условности. Это у нас небо, это земля, это у нас прошлое, это у нас будущее. Теперь смотрите, мы рисуем сейчас наше сообщество. Это круг посередине листа. Вот оно, наше сообщество. Каждый рисует себя в этом сообществе. Я в сообществе. Вот я. И сейчас мы занесем ценности сообщества. Одна из ценностей важных нашего сообщества – это любовь. Прорисовываем ее в сообществе. Это любовь. Можете подписывать, легонько буквочку ставить, любовь. Второе – это человечность. Это чудесное качество человечность, про которое можно говорить бесконечно. Это ценности сообщества мы сейчас прописываем. Это сила. Прорисовываем сила. Это доброта. Рисуем доброта. Нейрографика – это метафорическая такая работа. Вы всегда будете работать с метафорами. И, конечно же, эффективность. Прорисовываем эффективность. Теперь мы запустим… Лист – это наша жизнь. Это голограмма нашей жизни. Это сообщество. Это мы. Это наше окружение. И сейчас мы запустим потоки любви. Прямо вот зайдите в это состояние. И вот такое впечатление, что вы сейчас будете запускать потоки любви, вот эти, которые идут сверху, нейрографической линией, с любовью, состоянием, сосредоточившись на внутреннем состоянии, запускаем потоки любви. И отлично. Отслеживайте, что у вас творится в середине. Какое состояние у вас. Очень хорошо. Мы будем проводить пять линий. Вот они. Очень хорошо. Я рисую маркером для того, чтобы было лучше видно. Все рисуйте черным карандашом. Забыла сказать. И еще один поток. Ловим состояние. Вау! Есть у нас потоки. Мы земные потоки сейчас опустили на землю. В земле они трансформируются, набираются силы. И уже выходят в реализацию. Вот. Уже это была легкость любовь. А сейчас мы берем динамику. Мы сейчас вот в эту энергию действия заходим. И проводим потоки. Один поток с левого угла нижнего в правый. Есть поток. Вау! Вот. И остальные потоки просто вверх. Это как трансформация. Мы уже трансформированную энергию запускаем вверх. И постоянно в себе ощущаем эти потоки. Постоянно. Не прекращаются они. Вот. Супер. Пошло. Теперь у нас будет... Следующий этап – это округление. Так, видно? Наташенька, видно все? Хорошо. Мне видно. Если можно, Лилия, просят повторить наши ценности, которые мы в кругах. Хорошо. Значит, первое – это любовь. И сразу пропускайте через тело это все. Это человечность. Какая гуманная такая ценность. Человечность. Это сила. В силу можете вложить все. От физической величины до эмоционального наполнения. Доброта. Ну и, конечно же, эффективность. Мое любимое слово – эффективность. Я обожаю эту ценность. Теперь бы заниматься с вами округлением. На этом этапе обычно начинается немножко раздрайв такой внутри. Но мы знаем главное правило. Если что-то в середине не так, значит, надо туда идти. Это может быть страх. Это нерешительность какая-то. Давайте делаем этот шаг. Округляем. Делаем округление. На этом этапе мы сейчас немножко помолчим. Буквально, давай, Наташа, секунд 30. Люди сейчас должны зайти в себя, проверить состояние, ощущение, визуально на маркер. И вот это прочувствовать. Зайти в это состояние. Поэтому мы вам даем на минуту-две покой. Надо слиться с этим всем. Наташа. Иди сюда! Пیک, 오븐! Округления обязательно должны быть красивые. Такие вылизанные, без заусинок. Делайте рисование в очень спокойном состоянии. Почему? Потому что вы рисуете свое будущее. Мы все делаем только в настоящем. Сейчас мы работаем только в настоящем с нашим настоящим. Наши намерения реализуются в настоящем. Хорошо. Принимаем. Очень важно дышать при этом. Там была чудесная вот эта дыхательная практика с романом. Я хочу сделать эксперимент, поставить на фоне дыхательную практику и рисовать. Это будет очень сильный эффект. У меня на очень зашла эта практика. Отсвеживаем состояние. Отсвеживаем тело ощущения. Сегодня мы рисуем необычный алгоритм. В нейрографике используются алгоритмы разные. Есть антистресс-алгоритм. Это алгоритм снятия ограничений. Есть разные кейсы у нас в нейрографике. Запрос решается от трех до пяти рисунков. На одну тему, да? Да, на одну тему. От трех до пяти. Там разные алгоритмы идут. Если это с бизнесом связано, это алгоритм true, алгоритм скоры, алгоритм линии времени, страты. И потом обязательно заканчивается все или нейродревом, или шаманским дождем. А если это с чувствами связано, там немножко другие алгоритмы идут. Там очень хорошо в нейрографике, когда... Обычно на коуч-сессии там хорошо можно подключать, активировать ресурсы, которые есть у человека. Прописываем их, прорисовываем и подключаем потоками. Это все из состояния. Обязательно в состоянии. Так, что у нас там с округлением, интересно? Там пишут девочки что-то. Вопросы, может, какие-то. Сейчас мы глянем. Если можно, Лилия, покажите ваш рисунок вот покрупнее прямо на камеру. Давайте. Во что превращаются вот эти стыки. Да. Они просто становятся таким как бы уплотнением на линии, но вливаются в эти линии, в наши подключения. Да, если у вас звездочки получаются, вы обязательно линии продолжайте, чтобы звездочки были так немножко растянуты, чтобы они не бросались в глаза. Потому что это как акцентирование у нас выйдет, как фиксирование. Нам надо их немножко растянуть, чтобы они не сильно в глаза бросались. Звездочки я даю на пересечении. Вот так вот у нас. Так, их даем еще пару минут. Вы не переживайте, если вы не успеваете. В этом ничего страшного нет. Вы потом сможете закончить все. Обязательно, конечно, закончить сразу. Рисунок обычно, значит, надо дорисовывать, потому что даже из личного опыта есть интересные истории. Но это уже не сейчас в эфире, потому что у нас, когда работает... Как работает недорисованный рисунок? Это прямо можно отдельные сессии снять на это дело. Да. Обязательно дышите. Я вас прошу. Очень. Вот так. Выдыхайте. Постоянно поток. Чувствуйте поток постоянно. Вот в этом состоянии. Мы вообще от мира ушли. Мы сейчас здесь и сейчас. Мы рисуем. Вот я когда с эмоциями уже много работаю, да? Потому что все, что я начинаю с людьми, это сначала работа эмоций. И четко объяснить, что когда мы гневаемся и мы раздражены, мы находимся в прошлом. Когда у нас страхи, мы находимся в будущем. А зачем? У меня на рисование у девочек я перед ними ложу чувства. Есть список. У меня такой основные базовые эмоции и чувства. И они когда рисуют, чтобы им легче было. Потому что, оказывается, человеку очень трудно озвучить, что он чувствует. Есть люди, которые могут это озвучить, а есть люди, которые не могут. Поэтому я ложу список. Они смотрят. О, вот это я чувствую. Вот это я чувствую. Поднимаются вверх по эмоции. А, да, это гнев, это раздражение, это уныние, это радость, это счастье. То есть вот в таком плане упрощается работа. Да. Вот сейчас интересно. Вот кто-то пишет, да, что чувствует раздражение. Да, правильно. Вот у меня скорее какой-то баланс в ощущениях. Что еще? Кто чувствует, пишите, чтобы мы могли это проговорить. Конечно. И участники больше обратили внимание на что именно происходит у них внутри. Да, обращайте внимание и пишите. Если вы чувствуете раздражение, раздражение – это то, что вы понимаете, что у вас подсознание уже знает, что оно делает работу. Понимаете? И вам придется двигаться вперед. Потому что рисунок сработает однозначно. Поток будет очень сильный. Нас очень много. И мы будем работать из состояния. И подсознание уже говорит, да мне и так хорошо. Может, давай не будем никуда идти. Останемся здесь, в этом деле. Значит, смотрите. Раздражение отслеживайте, где оно у вас в теле есть. И запускайте поток любви туда. Растожествляйте это чувство в себе. И сразу работайте. Это в процессе уже потом можно все… Когда вы уже руку наберете, вы уже сможете одновременно делать несколько полезных практик во время рисования. Да, вот интересно, что у кого-то есть разочарование, у кого-то есть обида. Да. Страх, спешка включаются. Что мы с ними делаем? Наполняем любовь, да? Все то же самое. Отслеживаем в теле. Во время рисования отслеживаем в теле. Не пытаемся ни в коем случае анализировать это. Просто работаем энергиями. Отследили в теле. Запустили поток любви. Растожествили. Запустили поток любви. Ушло, ушло, ушло. Вот только так работаем. Потом, когда рисунок мы уже закончим, пройдет где-то часа два-три после работы, у вас сознание немножко станет на место, и к вам будут приходить инсайты. Почему было раздражение? Или слабутийность какая-то будет, оно будет вам все показывать, картинку. Главное это все замечать, понимать, принимать. Вот это главное. Это очень интересно. Вот кто-то пишет, что похоже на узлы. Интересный образ, который лучше и который поможет, что не узлы, а вот где реки, и когда реки соединяются две, вот это место становится усилением обоих рек. Так вот мы когда уплотняем, выглаживаем этот угол, не узел, а именно как бы соединение двух рек, двух потоков, и он усилен. Усиление потока. Отлично, Наташа, прямо мы все, экзамен на пять. Отлично. И узлы, если вы рисуете, есть такие люди, которые вот так округляют, тогда, получается, узлы. Еще раз делаю акцент. Все линии в рисунке должны быть плавными, максимально плавными. Ни в коем случае заусеницы, вот это все легко мы убираем. Легкие касания. И состояние любви. Вспомните состояние женщины, вот эта вода. Вот мы сейчас в этом состоянии работаем. Мужчины в своих состояниях работают. Отлично. Переходим к следующему алгоритму. Смотрите, что мы с вами сейчас сделали. Мы сейчас наполнили любовью наше сообщество и каждый себя в том числе. Прям вот почувствуйте этот поток в себе. И когда мы хотим с кем-то чем-то делиться, когда мы сами наполнены, правильно? И вот мы сейчас на стадии, что мы хотели бы делиться этой энергией. Делиться энергией вовне в социум. Давайте мы сейчас прорисуем в социуме опять те же алгоритмы и ценности, которые у нас были. Рисуем круги. Например, любовь. Идите поверх линий. Любовь. Прорисовывайте кругами. Сегодня работаем только с кругами. Первое занятие только с кругами всегда идет. Потому что круг – это гармония. Это любовь. Рисуем любовь. Видите все? Да, отлично. Человечность. Рисуйте круг. Смотрите, величина круга от вашего желания внутреннего порыва. Величина круга по ценностям. Есть. Я нарисую легко. Сила. Рисуем. Сила. Можете подписывать. Есть. Эффективность. Есть. Доброта. Есть. Можете прорисовать еще какую-то свою ценность высокую, которая у вас сейчас пришла. Можно процветание? Наташа, можно процветание поставим? Да. Процветание. Процветание меня в сообществе. Меня как самость. Видите, мы себя внесли сюда кругом. Будучи в сообществе, мы сохраняем свою самость. Это очень важный нюанс. И давайте вот это процветание, это будет и наше процветание, и процветание сообщества. И теперь смотрите, сообщество наполнено. Мы наполнены. И мы потоками это все соединяем с ценностями и несем мир. Это чудесно. Вы представляете? Представьте себе это расширение. Прямо давайте сделаем практику. Два потока в анахате, в сердце, в районе сердца. Давайте лучше. У меня есть предложение. Лучше не чакры и анахаты, а лучше все-таки белый поток любви, который идет через нас. Это наше самое сейчас лучшее, это просто другой уровень. И давайте мы расширимся сейчас. Расширимся. Через потоки расширимся. Расширяемся на каждую ценность. Отлично. Она пошла в социум. Можно сейчас еще вопрос. Вот есть у людей, у некоторых ощущения, что тревога, что не поняли, что делать, потерялись как бы немножко. Просто вспоминайте, что идет поток любви, а то, что вы рисуете на бумаге, это просто такой механизм проведения этой любви. Даже если вы что-то нарисуете, на ваш взгляд, неправильно, то это на данный момент уже неважно. Это неважно. Просто удовольствие. Удовольствие рисуйте, потом разберемся. В нейрографике неправильно нет. Понимаете? Это очень важно. Есть определенный алгоритм, который надо соблюдать, есть техника безопасности. Но я сегодня вас веду по очень хорошему алгоритму. Там особенных техник безопасности не надо. Поэтому рисунок будете смотреть на красоту только когда вы его закончите. Когда вы поставите последнюю точечку, будете правее от его. Сейчас вы делаете все правильно. Если вы не успели что-то округлить, ничего страшного, вы сможете потом это сделать. Идите с нами, все будет отлично. Проводите от себя дальше, запускайте энергии через ценности в социум. Очень хорошо. Чувствуйте, чувствуйте. Неправильно? Нет? Запомните. Ну и конечно же опять мы округляем это все. Наташенька, следи за временем, потому что я когда ухожу в рисование, я… Да, у нас еще полчаса. Отлично. Делаем округление. Опять же, состояние, ощущение, состояние и ощущение. Если есть напряжение, это очень хорошо. Это значит, что проработка идет. Так, есть еще пара вопросов. Вот у кого-то слезы. Ну это вообще прекрасно. Отлично. Боже. Это же супер. Это очень хорошо. Вы знаете, у меня бывает в практике консультации, работаешь с человеком, все хорошо, все отлично. Ну я чувствую, вот не идет, не идет поток. И когда мы начинаем округление, вот тогда уже все, оно уже как дает, как такой вот последний, последняя точечка. Человек начинает открываться, раскрываться, он уже тогда начинает себя чувствовать, понимать. Еще вопросы по ходу. Можно ли добавлять от себя еще круги большие, если хочется? Да, только наделите его смыслом. Обязательно. То есть смысл и занесли, смысл и занесли. Смысл обязательно должен быть привязан к вашему запросу. Цветные или черные карандаши имеют ли значение? Черный или цветной карандаш? Мы всегда рисунок основной делаем одним карандашом обязательно. И первых 50 рисунков обязательно черным цветом. Ну если вдруг сейчас у кого-то не черный, то это... Это экология. Экология не нарушается, безопасность не нарушается. Это просто как бы графика и понятно, что должен быть какой-то карандаш, черный контрастный цвет, но безопасность не нарушается. Нормально все. Да, можно и ручкой, можно кандашом, можно фломастом. Нет, ручкой не надо, потому что ручкой будет тяжело идти в округление. Ну я уверена, что можно и ручкой, просто как бы модель есть модель, если у человека сейчас ручка и он рисует ручкой. Если да, если сейчас ручкой рисуете, ничего страшного. Просто, знаете, я когда сдавала экзамен, это было очень интересно. Я у Павла Пискарева, основатель этого метода, очень интересный, потрясающий человек. Он мой творческий вдохновитель. Если Александр, он просто ведет меня по пути, то Павел Пискарев, он как творческий вдохновитель, основатель этого метода. У нас, когда начинается экзамен, ты уже берешь карандаш, ты уже не можешь его поменять. И у меня, получается, хорошие карандаши на восковой бумаге. Считаете, какая преработка была? Это кто рисует, тот понимает. Вот, так что... Так, может быть, если есть возможность камеру прям на вашу руку навести, показать, как именно вы скругляете, чтобы мои подруги не смотрели. А, вот так вот, да? Если у кого-то в руках камера, прям подвести к пальцам, чтобы прямо как-то разглаживается, как-то получается в это слить и у них подбока. Сейчас все сделаем. Так, вот, смотрите, пересечение. Мы делаем округление. Опа, видите? Опа. Вот. 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 Они красивые у нас, младенькие такие. Если линия сильно тонкая, мы ее раз, чтобы не было контраста. Вот. Округляем. 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 Есть. Вот красивое округление. Опа. Вот так. Хорошо видно, Наташ? Ну, достаточно. Достаточно. Хорошо. Немножко как бы протягиваем эти узелки, чтобы они приближались в линии. Обязательно. Да, да. Чтобы не было акцента на проработках. Понимаете? Это акцент на проработке. Мы чуть-чуть так его, чуть-чуть его как вписываем в этот поток. Проработали и вписали. Очень, знаете, интересно еще в нейрографике можно делать трансформацию негатива в позитив. Очень есть тоже хорошая техника. Прямо трансформационная энергия трансформируется. Абсолютно любое убеждение, которое у вас есть, положительное, созидательное, скажем так, его можно прорисовать и усилить. Мне очень нравится вот это не идти на поводу эмоций. Как Александр говорит, что если вы идете на поводу эмоций, то тогда мир управляет вами. Как только вы становитесь в позиции наблюдатель, тогда вы начинаете управлять миром. Вот это все можно через эмоции, все можно прорисовать. Значит, в нейрографике правила, чем больше линий, тем лучше работа. Мы сегодня маленькие, я не загружала лист, тут можно было еще его загрузить. Чем больше пересечений, тем лучше работа. Их можно добавлять в любой момент, правильно? Линии, когда уже начали округление, потоки нет, мы уже не добавляем. Мы уже не добавляем. Вот пишут, что у некоторых треугольники получаются. Значит, смотрите, если вы понимаете, что такое проработка, и вы готовы к проработке, которая выйдет через 2-3 дня после рисования, можете акцентировать один треугольник. Акцентировать, это значит его более плотно нанести? Активировать, да, его более плотно нанести, активировать его. Если вы видите четырехугольник, и он вам впал в глаза, вы можете его навести. Это стабильность, и вы продумывайте, где я все-таки хочу стабильности. Где? Ну, стабильность, это такой вопрос, я с стабильностью очень редко работаю в плане проработки. Это надо очень тонко к этому относиться. А если случайно получились треугольники и другие фигуры? Это не страшно, потому что мы не делаем акцент. Если мы не делаем акцент, если мы его не фиксируем у себя. Все, нормально, не надо. Оно, ничего, оно просто есть, и все, вы сейчас увидите, как оно все красиво будет выглядеть. Не фиксируем просто. Это, конечно, знаете, я про нейрографику могу говорить бесконечно, и когда мало времени, как-то оно так поток. Ну вот, что самое главное в нейрографике? Я вам скажу, что это состояние ваше. Это из какого вы состояния делаете это? Это самое важное. Как вы отслеживаете свое тело? Вот вы разговариваете, это чудесный метод саморефлекции. Потому что вы столько можете про себя узнать нового. Да, здесь прям идеально работает вот эта история 80-10-10. Когда мы рисуем и 80, внимание у нас в себе. Да. 10 на карандаше, а 10 на нашем намерении. Отлично, Наташа, акцент супер. Я прям обратила внимание. Да, очень хорошо. Давайте еще, давайте сейчас продышитесь. Я чувствую уже проводки какие-то. Продышитесь. Пишет, чешется левая ручка. Левая рука. Отпускаем. Наработка пошла. Отлично. Было бы замечательно. Пятигранная звезда. А если получается звезды, что мы с ними делаем? Протягиваем ручки, наверное, да? Соединение. Нет, ничего не делаем. Ничего не делаем. Просто оставляем как есть. Да. Это совершенно другой алгоритм, где мы там будем... Ну, другой алгоритм, абсолютно. Абсолютно другой алгоритм. Так, мне так интересно, что там у наших... Внутри головы шевеление и хочется спать. А вот внутри тепло. Да, да, да. Молодец, Наташа. Отлично. 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 Ой, вы сейчас перейдете в другое состояние. Как это будет интересно. Будет интересно. Отлично. Так оно и есть все. Так, еще дышите. Наташа, а представляешь поставить Романа вот эту дыхательную практику на фоне и работать с ней? Да, объединение специалистов, это крутая тема. Ты представляешь, какая проработка будет? Вы знаете, мне часто задают вопрос, а вот что тебе дало то, что ты вот слушаешь Александра Балиенко, да? Вот сейчас Николь потрясающие вещи говорит, мне очень нравится ее выступление, потому что настолько вот эта женственность, понимаете, важная такая женственность, именно женские энергии, но с таким результатом, с действиями. Потому что вопросы задают, а как я могу зарабатывать деньги в женских энергиях? Да очень просто. И вот что тебе это все дает? Что тебе дала нейрографика? Я говорю, вы знаете, я вам дам ответ. Поменялось мое мировоззрение и мое мировоззрение. Кто это понимает? Нет, конечно, то, что я сейчас сижу перед вами, это только заслуга. Ну, моя заслуга, конечно, и то, что я с Александром, я же была у него на консультации, на личных. И первое, что меня поразило, это первая консультация моя. Я захожу, сидит такой человек и такой пополюби на меня. Я думаю, о боже, куда я попал? Извините, включусь. Вот кто-то стал задыхаться, в груди тяжесть. На что обратить внимание человеку? В груди тяжесть очень хорошо. Самовыражение. Не бойтесь рекламировать себя. Не бойтесь заявлять о себе миру. Засветитесь. Мы сейчас наполнимся. Прямо скажите, я засветилась. Разрешите себе это. И сейчас опять туда. Залейте потоком любви это все дело. Это щемление. Это потрясающая практика. Вот это работать с потоком любви. Так, у кого это получился, если неровный круг, не сомкнулся линии лохматые? А круг сомкните линии лохматые, только чтобы не было заусениц. Такие, которые идут никуда. То есть заусеница, которая не закончилась. Вот ее сгладить. Круг обведите сами, его доведите до замкнутости. Что сделать, если сейчас хочется лечь или перестать рисовать, отключиться? Можно ли это сделать, а потом закончить? Вот это вот приз этому человеку, который хочет уйти. Это вот самое лучшее, что может быть. В этот момент надо просто сказать, так, стоять, я хочу двигаться вперед, я принял решение, я хочу что-то менять в своей жизни и дальше рисовать. У кого-то не имеют руки, а зно? Ну, рука правая, левая, отслеживайте левая рука, это мы в прошлом что-то не можем отпустить, правая, это я боюсь идти вперед, отслеживайте это все. Психосоматика, чудесная, со стоматологом была лекция у нас, у меня дочка тоже ортодонт, и у нас в семье есть такая шутка, даже не в семье, а у нее в коллективе, гадаю по зубам. Это очень, это все работает, девочки, психосоматика, это очень хорошая вещь. И отслеживайте, правая сторона, левая сторона, мама, папа, все работает и все, все таки есть. У кого-то болят руки или в шее, или в голове, то есть с болью, как мы поступаем, просто наблюдать за ней. Так, прерывается связь, немножко у нас лилия исчезла из эфира. Лилия, может быть, надо будет переподключиться. Смотри, лилия, попробуйте перезайти, потому что подвисла связь у вас. Да, давайте подождем лилию. Можно пока вспомнить изначальное состояние, что мы в потоке любви, который идет через нас бесконечно. И сосредоточиться на этом. Да, потом переключиться на свою легкость, которой вы продолжаете рисунок, а мы пока переподключим лилию. По себе могу сказать наблюдение. Вот я рисую, у меня тоже иногда возникает напряжение в разных местах. Мне лично помогает долгий выдох. То есть если я рисую, у меня где-то напряглось, я делаю длинный выдох. И вообще история более длинного выдоха, чем вдоха, очень помогает расслабиться и все эти вещи как бы сгладить еще и изнутри. Запись будет, да, в любом случае. Мы узнаем у лилии, насколько можно будет повторить самостоятельно. О, лилия вернулась. Да, пока у нас был вопрос. Можно ли будет самостоятельно повторить? А, во-первых, вернемся к боли. Что делать, если боль возникает в голове, в шее, в разных местах? Наташенька, ты абсолютно правильно сказала. Глубокий выдох, чудесная подсказка. С болью ни в коем случае не заходить в боль. Раньше были такие техники, когда говорили, зайдите в боль. Выдохами, дыханием и потоком любви растожествляйте. Вы ее представьте себе, что она там каким-то комком. Заливайте и вот ушло, ушло. На этом этапе это нормально. Это очень часто, это нормально. Вы принимаете это и говорите, было бы замечательно, чтобы это у меня прошло. И на следующем этапе вы посмотрите, как будет все классно. Так, теперь там еще вопрос был. Мой ассистент говорит, когда можно закончить рисунок? Как можно быстрее, потому что энергии очень сильный поток пойдет в событийность. Может пойти в событийность, в которой вы не готовы. Вы сейчас все проговорите, я готова к переменам, потому что перемены будут. Если в теле все хорошо, вопрос. Отлично. Хороший, единомышленный человек сидит, который хочет двигаться вперед. Я хочу двигаться, давайте мне уже какой-то инструмент. О, гирографика, давайте, поехали. Человек принял решение, уже все, видно. Ну, бывает еще другой вариант. Человек просто не умеет отслеживать состояние и тело. Ну, я думаю, еще у Полиенко таких нет. Потому что, вы знаете, я когда работала в прорисовке, мы делала с людьми, которые слушает Александра Полиенко, это была совершенно другая работа, чем с людьми, которые не в теме. Совершенно. Это было легко, это было с полуслова. Что делать? То, а да, зашли, вышли, приняли намерение. Мне очень понравилось. Девочки такие хорошие были. Мужчина тоже был. У меня тревога, да, тревоги. Кого-то угловатые рисунки. Угловатые рисунки, на рисунок не смотрим, пока его не закончим. Вообще не смотрим. Состояние визуально, место, где мы рисуем, здесь и сейчас постоянно. Здесь и сейчас постоянно отлавливаем. Но мы когда рисуем, мы не можем никуда влететь. В мысли, я не разрешаю, пока человек рисунков 10-15 не сделает, я говорю, что мысли заходить не надо. То есть постоянно акцент тела, состояние. Тело, состояние. Потому что мысли, мы все умеем мыслить. Не надо нам этого. Это уже потом 10-15 рисунков. Вы тогда уже все, вы уже тогда фильтровываете. Какие мысли у вас с подсознания пришли, а какие ваши пятерки накрутили. Пятерки – это логическое мышление в нумерологии. А если нет мыслей человека? Отлично. 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 Если нет мыслей – отлично. Рисуем, прорабатываемся по-настоящему. Очень рекомендую Павла Пискарева послушать. У него такие хорошие подтексты философские с этим. Я его долго слушать не могу, сразу говорю. Потому что я слушаю, у него такой поток идет, и я так раз беру что-то одно оттуда. Чик – и пошло творчество, творчество, творчество. У нас 10 минут остается, 9 даже. Да, конечно. Все, берем, берем, берем цветы и карандаши, сейчас будем зарисовывать. Можно вопрос, можно вопрос. Вот мы можем, уже после того, как мы ввели цвет, мы можем закончить сглаживание этих линий, да? Можем, потому да, можем, можем, можем. Смотрите, я сейчас по цвету вам скажу просто, как это правильно делать, потому что это важно. Цвет к цвету вообще не привязывайтесь. Никакой привязки к цвету. Работаем потоками. Вот какой цвет вы хотите, тот цвет и заносите. Я беру сейчас красный, чтобы было видно. Запускаем потоки. Запускаем потоки. Обязательно объединяем сегменты. Отдельно не закрашиваем. Идем потоком. Видите? Мы объединяем все смыслы, создаем поток. Так. Сможете позже закрасить. Сейчас просто я очень хочу, чтобы вы увидели, как закрашивать. Я это сделаю быстро. Вот. Ну хотя бы начну. Потом вы все закрасите. И еще я вас попрошу. После того, как вы закрасите, обязательно сбросите все рисунки свои, кто рисовал. И посмотрите на вот этот большой круг. И на вас в середине захочется ли вам вас увеличить. Тут уже встанет вопрос емкости. Наташа, понятно, о чем я говорю? Если захочется увеличить вот этот внутренний круг. Да? Внутренний круг себя и круг сообщества. Да. Если кто-то почувствует, то можно увеличить его за счет чего? Сверху навести еще один более широкий. Да. Смотрите. Вот вы смотрите, у вас уже рисунок будет готов. Смотрите. Вау! Такой поток. Да, хочется увеличить. Конечно, хочется. Мы же напитали. О чем вы говорите? И себя тоже хочется увеличить. Вот какая я уже большая емкость расширенная. Вот. Это уже... Смотрите. Очень много мы работаем от ощущения здесь. Хочу, не хочу. Идет, не идет. Ну, слушайте. Первые уроки аэрографики так быстро и все. Это сложно объяснить. Да, да. Так много нюансов. Очень много еще есть нюансов всяких. Но очень хорошо. У меня не идет... Выходить за пределы линий. Можно ли выходить за пределы линий? Вопрос, когда мы скрашиваем или что-то... Конечно. Все раз делаю акцент. Смотрите, как я выхожу за пределы линий. Видите, что я делаю? Видите? Да, да, да. Пошли. Вот. Мы создали поток. Вы берете один карандаш какой-то цвет и кругом, где вы хотите этот цвет нанести, кругом, кругом, кругом наводите его. Потом берете другой карандаш. Берете другой карандаш. Делаете другие. Уже когда вы сделаете фон... Мы сейчас делаем фон. Так. Делаем фон. У вас может возникнуть желание вот как-то вот так, например, навести какую-то ценность. Потому что она вот будет для вас особенно с вами разговаривать. И вы берете прямо вот... Я хочу ее навести. Я хочу сакцентировать на ней внимание. Вот она прямо... Я хочу, чтобы она засверкала. Я делаю ее прям вот такой сверкающей. Эту ценность. Тут вы уже будете работать с собой. Опять же сама рефлексия. Что для меня важно. Какие мои ценности. С ценностями я очень люблю работать. Это так очень классно. Это настолько человек открывается, когда проговаривает ценностные ориентиры и ценности. Очень хорошо. Потом подвязывая туда эмоции свои. Это очень хорошая правда. Еще вопросы есть у нас. Можно задать. Когда мы увеличиваем круги, мы тоже сглаживаем вот эти вот сопернички. Да. Потому что это вливание меня нового в социум. Это вливание нашего сообщества в социум. И мы вот эти все преграды убираем. Как часто. Вот мы слышали, что Лиля сказала, на каждую тему можно сделать около пяти рисунков, чтобы реально была проработка. Как часто можно рисовать? Смотрите. Один рисунок на одну тему в день рисуют обычные люди. Тренера могут рисовать два рисунка в день на одну тему. Значит, один раз в день, если у вас динамика и вы готовы к переменам, рисуйте пять дней подряд, например. Но будет динамика. Если нет, через день. Если вы такие, что я боюсь-боюсь раз в три дня. Раз в неделю это очень мало. Это ни о чем. Энергия теряется. Нам надо ее запускать и поддерживать. Запускать и поддерживать. Запускать и поддерживать. Понимаете? Что потом делать с рисунками? Смотрите. Рисунок у вас будет висеть на холодильнике. Я всегда смеюсь. До того времени, пока вы будете чувствовать от него хороший поток. Вот вы подходите и у вас надыхает. Висит. Висит. Меня очень с этим хорошо внук справляется. Он подходит к холодильнику и рисунки тык-тык-тык, которые уже отработали. Я потом проверяю. Да. Совершенно верно. Которые отработали и убирает. Можете их просто складывать в папку, потому что это будет история ваша. Единственное, что мы всегда рекомендуем уничтожать, это алгоритм снятия ограничений. Потому что он работает с негативом. Я с негативом не люблю работать. В прошлое ходить я не люблю. Это не моя тема, если кто-то хочет что-то такое проработать. Потому что я считаю, что надо идти к. Мы идем не от, а к. Более того, что мы делаем это все в настоящем. То есть оно уже происходит прямо сейчас, пока мы это делаем. Прямо самое интересное. Да. Уточнение есть. Извините. Пять дней, одна тема. Это значит, что сегодня мы высказали конкретное намерение на этот рисунок. Оно было в начале. Кто, может, позже подключился, будет теперь смотреть. Оно в начале есть. Оно прописано в теме поста. И вот эти пять рисунков, которые можно провести, это будет как раз на эту тему. Одинаковые не получится никогда. Они всегда разные будут получаться. Они будут разные. И если мы работаем с кейсом, то мы делаем разные алгоритмы, разные рисунки. Если с кейсом. С кейсом. А, с кейсом. Это что значит? Если с кейсом работаем, с бой. Нет? Нормально? Да, да, да. Еще раз. Если работаем с кейсом, что значит работаем с кейсом? Мы обычно работаем с намерением. Нет. Подожди, Наташа. Тихо, тихо, тихо. Я тоже чисто техника. Идет работы. Это алгоритм работы, скажем так. У нас есть тема запрос, так? Намерение. Намерение. Да, намерение. Мы рисуем, допустим, три рисунка. Они по... Это у нас вид рисунка. У нас называется определенный алгоритм. То есть разные алгоритмы, разные рисунки. Они не все время такие. Мы рисуем, например, например. Мы рисуем true алгоритм. Мы рисуем алгоритм score. Он у нас называется. Не вникайте в это. И мы рисуем, например, алгоритм страха. То есть определенный. Оно идет по нарастающей. По включению энергии по нарастающей идет. Пока для нашей истории, вот если мы будем делать пять рисунков на нашу тему, мы просто повторяем тот алгоритм, который мы делали сегодня. Да. Можно так абсолютно делать. Можно... Тут можно... Знаете, что еще сделать? Тут вы можете вносить еще ценности, на каждом рисунке. Ну, дополнительно. Если у кого-то... Кому-то не хватает тех ценностей, что здесь уже есть для проработки, можно добавлять еще. Да, можно... Мне кажется, для первого раза хорошо бы поработать с этими. Да. Я немножко подведу итог, потому что мы заканчиваем. У нас остается минутка. То есть что для нас было важно? Войти в нужное состояние, потому что и ведущий, и тот, кто рисует, в первую очередь, работает через внутреннее состояние. Это прямо основа. Для этого мы сегодня использовали техники Александра. Они у нас в начале записаны. После того, как мы сами зашли в нужное состояние, мы высказываем намерение, которое мы хотим. Тоже оно у нас прописано. Для этого урока непосредственно в начале эфира. И после этого мы переключаемся на рисование. Дальше мы уже идем по тем алгоритмам, которые нам дает Лилия. Создаем этот рисунок. Во время рисунка следим за внутренним состоянием нашим. Что в какой момент у нас в теле включается. Если где-то напряжение и негативные эмоции, мы стараемся их наполнять любовью. Вспоминаем, что через нас просто идет огромный поток любви. Концентрируемся на любви. И выдыхаем, расслабляясь, выдыхаем напряжение. То есть мы расслабляемся, рисуем, сглаживаем. Сглаживаем эти линии и создаем потоки. Вот так пока работает наш мозг и наше тело через эти потоки. На подсознании работает намерение, которое мы включили в начале. Вот такая история. Виле, благодарим. Мы надеемся, увидим все ваши рисунки. Наташа, благодарю за такое классное резюме. Потрясающе просто. Да. Мы будем проходить к концу. Вот 13.00. И надеемся, что мы еще порисуем. Давайте приглашайтесь, пожалуйста. Благодарю. Всем привет. Всем поток любви. Удачи. Всего доброго. Всего доброго. Хорошего дня. Всего доброго. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok